Новости Богородского района Продолжается бой, и сердце тревожно в груди И Ленин, такой молодой и юный, как тябрь впереди И Ленин, такой молодой и юный, как тябрь впереди Песть летит во все концы, вы поверьте, новости Будут новые победы, встанут новые бойцы И вновь продолжается бой Уважаемые друзья, кто пришел на этот праздник Разрешите митинг, посвященный Великой Октябрьской Стратегической Революции И считать открытым Прошу вас вначале выслушать меня Потом все желающие, кто у нас есть, кто еще выступает Уважаемые богородчане, товарищи и друзья 7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции Более века в мире не было и нет события, равного по масштабности и значимости Главным итогом революции, которым по-прежнему все считаем своей Стало создание и утверждение первого в мире свободного социалистического государства Упразднив эксплуататорские классы и сословия Спаяно на основе равноправия и справедливости Оно стало общим домом рабочих и крестьян Более 100 народов и народностей, проживающих на шестой части суши В короткие, по историческим меркам, три десятка лет Советское государство сумело последовательно одолеть иностранную интервенцию 14 буржуазных государств Провести полную ликвидацию безграмотности и культурную революцию Индустриализацию и коллективизацию Оно создало подлинно народную рабоче-крестьянскую Красную Армию Которая разгромила гитлеровский фашизм и японский милитаризм Эта победа принесла свободу многим народам и государствам от колониальной неволи Позволила сформировать мировую социалистическую систему Впервые в истории человечества в СССР был реализован широчайший набор прав и гарантий Среди них право на труд и отдых, образование и здравоохранение Обеспечение достойной старости и лечебно-оздоровительного ухода для инвалидов и пожилых людей Именно в нашей многонациональной социалистической родине Удалось создать лучшую в мире систему образования, здравоохранения, науки и культуры Первое – осуществить прорыв человечества в космическое пространство и укротить атом Великий Октябрь явился рывком в будущее По строению справедливого общества трудящихся За счет развития экономики, научно-технического прогресса, роста производительности труда, гармоничного развития личности В этом его кардинальное отличие от империализма, от современного глобализма С его неуемной жаждой к получению прибыли За счет хищнической эксплуатации, классового неравенства, колониализма и захватнических войн Главная доктрина социалистического государства, рожденной Великим Октябрем, была «Кто не работает, тот не ест» В непростых условиях Советский Союз умел преодолевать трудности и лишения Возникающие перед ним на пути построения социализма Победы в построении главного детища Красного Октября, могучего советского государства Были бы немыслимы без Ленина и его партии Без самоотверженного творческого труда многих миллионов героических советских людей Разрушение СССР дорого обошлось нашей стране и всей планете Следует подчеркнуть, что наступление на Советский Союз Началось не потому, что он являл миру иной опасный тип государственного устройства А потому, что страна обладает громадными природными ресурсами Ни Наполеон, ни Гитлер, ни сегодня их более удачливые наследники Не обращали и не обращают внимания на политическое или социальное устройство Намеченных к захвату жертв, как добыло с арабской весной Именно территории и природные ресурсы владели и владеют их умами История уготовила нашему народу трудную судьбу Пройдя и достойно выдержав сложнейшие испытания в мировой истории Россия не переживает сегодня новую атаку Может быть самую беспощадную и самую гибельную за прошедшее тысячелетие И главное, что мы должны вынести из своей истории Что без опоры на широкие народные слои, без сплоченности и патриотизма Мы не смогли выставить раньше и не сможем победить и впредь Защищая свои геополитические и геостратегические приоритеты С другой стороны, именно Россия оказалась в центре жесткой конкуренции За источники сырья между ведущими странами мира Она стала ареной, на которой решается не только ее судьба Но в большей степени судьба всего человечества То, что происходит на Украине, в Ираке, Сирии, Ливии У границ Северной Кореи не ново Так было до создания СССР Так обстоит дело и сегодня Мировая олигархия лишь тогда останавливалась на пути к очередной кровавой бойне Когда встречала могучий отпор советских людей А значит, остановить сползание современного мира в глобальной войне Можно только одним единственным способом Возрождением на социалистической основе Союза наших братских народов и всех, кто захочет быть рядом В основе развития человечества должен лежать поворот к справедливости Указанной Великой Октябрьской социалистической революцией Событием, сделавшим мир лучше Только опираясь на лучшее достижение советской эпохи Можно спасти Россию Только так можно обеспечить обновление мира Великий Октябрь оказал благотворное влияние Преобразовал Богородскую землю Богородский район был образован на основании постановления в ЦИК От 10 июня 1929 года Большое видится на расстоянии Особенно те события, которые всегда останутся в памяти людей По дороге развития района прошли десятки поколений богородчан Распахавших поля, построивших деревни и села, больницы и школы Создавших предприятия За годы советской власти в районе было создано развитое сельское хозяйство Современной материальной базой Колхозы и совхозы были в достатке обеспечены автомобилями, тракторами, комбайнами и другой сельскохозяйственной техникой Обеспечивались минеральными удобрениями, а также средствами защиты растений Вкладывались огромные капитальные вложения в строительство животноводческих ферм и комплексов Мехмастерских и автотракторных стоянок Зерносушильных комплексов Была создана мощная инфраструктура обслуживающих сельскохозяйственных предприятий Таких как Райская хозтехника, Райская хозхимия, МСО, ПМК-6, Кировмеллерация, Агропромэнерго, Дорспецстрой, Маслозавод, Межхоз, Лесхоз и другие Значительно преобразился облик населенных пунктов района В каждом из них, где располагались центральные усадьбы хозяйств Были построены современные социальные объекты Школы, детские сады, больницы, медицинские пункты, дома культуры, библиотеки, магазины С большим размахом велось жилищное строительство Так, в 80-е годы в районе ежегодно строилось и вводилось в эксплуатацию более 100 квартир Построена обширная водопроводная сеть За счет средств, выделенных государством на свои нечерноземья Создана сеть автомобильных дорог с твердым и гравийным покрытием Районный центр получил надежное пассажирское сообщение с городом Киров Торговое и бытовое обслуживание населения обеспечили Такие крупные организации, как районное потребительское общество и райбыткомбинат Коммунальное обслуживание осуществляли райкомхоз, райгаз, хозрасчетный прорабский участок Все эти обслуживающие организации, за исключением комхоза, имели крепкую производственную базу Из года в год росли денежные доходы и сбережения граждан Регулярно и в полном объеме выплачивались социальные выплаты Все мы живущие ныне в районе в неоплатном долгу перед ветеранами войны и труда Обеспечивших нам все это Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для богородчан Как и для всего советского народа Дорогой ценой была достигнута победа Нет семьи, куда бы ни пришло горе Где не оплакивали бы близких Из ушедших на фронт 8000 богородчан вернулось домой 3800 Славными страницами в летопись войны вошел трудовой подвиг жителей района Трудились изо всех сил, чтобы дать фронту и стране больше продовольствия и сырья Собирали теплые вещи и посылки бойцам Красной Армии Заботились о семьях, эвакуированных из Ленинградской области Родина по достоинству оценила подвиги воинов-богородчан в Великой Отечественной войне 200 человек получили ордена Красной Звезды 700 воинов удостоены других орденов и медалей Более 1000 тружеников тыла награждены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Герои войны и труда по праву составляют гордость и слава Богородского района Это прежде всего Герои Советского Союза Байников Борис Федорович, Абуков Николай Феоктистович, Любов Михаил Федорович, Щерков Семен Николаевич, Шубников Александр Павлович Кавалеры орденов Ленина высшие награды Советского Союза Это Запивахин Аркадий Петрович, Зашихина Анна Афанасьевна, Ходорева Тамара Архиповна, Турбитсина Мария Николаевна, Калинина Софья Федоровна, Муралева Тамара Васильевна Кавалер ордена Октябрьской революции Малагин Анатолий Михайлович Орденом Трудового Красного Знамени награждены 31 человек из Богородского района Орденом Дружбы Народов 2 человека Орденом Знак Почета 50 человек Орденом Трудовой Славы 2 и 3 степени 23 человека Медали за трудовую доблесть 45 человек Медали за трудовое отличие 50 человек Также 626 человек награждены медалями за доблестный труд В ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 87 человек награждены медалью за преобразование Черноземья Скажите, где и в какой стране так бы высоко ценились заслуги простых людей, как не в СССР? Дорогие земляки, поздравляю всех вас со знаменательной исторической даты в жизни нашего народа Столетием Великой Октябрьской Социалистической Революции Желаю здоровья, благополучия и процветания каждой Богородской семье Все лучшее из прошлого мы возьмем в завтрашний день Мир, труд, свобода, равенство пусть не станут для наших детей и внуков пустым звуком Именно они были целью совершающих Великую Революцию Те свершения советской страны в обороноспособности, в развитии экономики и социальной сферы Останутся в памяти будущих поколений России, я надеюсь, и Богородчан Спасибо за внимание Спасибо за внимание